А под Кустанаем нашли кость мамонта. Необычную находку обнаружили во время земляных работ на дне высохшего озера. В музее подтвердили, что фрагмент скелета действительно принадлежит вымершему млекопитающему. Чем примечательны экспонаты, можно ли еще обнаружить на этом месте и другие останки, узнавала Нина Шапо. Когда здесь начали рыть землю, водитель погрузчика среди камней и песка заметил что-то необычное. Он приостановил работу, вышел из кабины и понял, что найдена им кость историческая находка. Несколько лет назад на этом месте было озеро. И в этой точке было самое глубокое место. Кустанавец Юрий Пирогов рассказывает, что здесь, в пригороде, на месте высохшего озера вели земляные работы. Искали воду, а нашли древнюю окаменелость. Наткнулись они на останки мамонта, а вернее на фрагмент его скелета. «Ну, мы, в принципе, так и подумали мамонта, потому что кость была внушительных размеров. Скажем так, как я говорил, на барашка это не похоже было бы. Ну и было удивление. Все-таки здесь мамонт. Интересно. Все прикоснулись к нему». Позже находку передали в музей. Здесь подтвердили, что лопатка действительно принадлежит вымершему млекопитающему. И особенность географическая. Так близко к Кустанаю не находили подобных останков. «Новая точка нахождения. Оттуда у нас еще ничего пока не было. То есть практически в городской черте мамонта не находили. Шансов обнаружить скелет в анатомическом порядке, как на Алабуге, здесь практически нет. Судя по лопатке, она здорово разрушена. То есть ее перемещала природа, сама природа перемещала, каким образом, не знаю. Может, талые воды, может быть, масса льда. В ближайшее время находку очистят, отреставрируют и покроют специальным раствором, чтобы она не разрушалась. Кстати, в музее отметили ответственность и находчивость предпринимателя, который собрал на месте обнаружения осколки кости. Благодаря этому, как пазл, музейные работники смогут собрать по кусочкам недостающие фрагменты.